МЕЛЬНИЦА НА ФЛОССЕ По роману Джордж Эллиот Сценарий Джеймса Эндрю Хоула Четвёртая серия Мы разорены. Разорены. Ах, мама, не надо. Мы пойдём по миру. Не пойдём. Я достану себе какое-нибудь место. Я пойду на службу и так начну зарабатывать. Не я ли тысячу раз говорила вашему отцу? Поступай, как знаешь, только не судись с Уэйкинмом. Разве нет? Что тут такое? В аминке? А где покойник? Как тебе несовестно, Джереми? Как ты можешь шутить в такое-то время? Полно убиваться, жена. Мы не дитя потеряли, а тяжбу проиграли. Верно, отец? Хорошее дитя мы могли бы похоронить, а как быть с тяжбой? Нас это не сломит, сынок. Не присядешь, отец? Ты выглядишь таким разгорячённым. Уэйкин подумает дважды, кто считает Талливера разбитым. У Талливера ещё есть козырь другой в рукаве. Но каково наше денежное положение? Что ж, признаю, всякий желал бы видеть свой банковский счёт в более приглядном свете. Будем жить так и впредь. Неделю-другую. Неделю-другую? Но ты в долгах. Пока доходы с мельницы не покроют взятые взаимые у Фёрли деньги. Жарко здесь. Я принесу тебе воды, отец. Кто такой Фёрли? Разумный человек. Да, но кто он такой? Он не замедлит увидеть в этом выгоду. Но кто же он, отец? У него закладная на мельницу. Наш дом заложен? Да, уже давно. Вот, Джереми, всё ещё хуже, чем я думала. Как мистер Фёрли нам поможет, отец? Он приобретёт имение и сделает меня арендатором. Но это же замечательно. Но теперь вы перестанете причитать и улыбнётесь снова. Но не заберёт ли мистер Фёрли у нас дом? Ежели он покупает мельницу, то и дом теперь будет его. Он не выгонит нас на улицу, Бесси. Отчего ты столь уверен в этом? Фёрли говорил тебе о мельнице? Считай, что да. Я вот-вот жду от него ответа. Ах, какое облегчение. Мама, мы сможем остаться, и судебный пристав не придёт. А разве не нужны нам деньги прямо сейчас? Все разом. Я не учился так, как ты, парень, но я далеко не дурень. Ежели Фёрли будет держать меня в арендаторах, он судит мне денег. А они потом будут возмещены доходами с мельницы. Под большие проценты. Да, он деловой человек. И он не откажется от такого предложения. А как же этот ужасный человек, этот Диккенсен? 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 Лорд Маркиза Гранби? А при чём здесь он? Твой отец занял у него, чтобы вернуть долг тётушке Глэг. Ты занял денег у этого человека? У этого прыщавого выпивохи? Ради бога, отец. Том, а лучше было бы разорить тётушку Монс и её мужа? И Диккенсен, полагаю, хочет получить деньги назад? Всё влажено. Как? У него есть залог. Какой залог? Закладная на мебель. На мебель? О, как ты мог? Как ты мог? Все наши вещи разойдутся по чужим домам. У нас ничего не осталось, ничего. Мы все пойдём в работный дом. Смотри, что ты натворил. Подумай, только ты женился на мне, чтобы довести до такого Таливер. Отец делал то, что считал верным. Да, я ошибался раз за разом. Щенок! Взгляни на факты, отец. Ты опозорил мою семью. Из-за тебя вся округа станет про моих бедных сестёр языки чесать. Они должны были сидеть и смотреть, как ты спускаешь моё состояние на свои глупые тяжбы. Довольно. А почему же сейчас здесь нет твоей дорогой семьи? Помолчи, Мэгги. Не стану. А тётушки собираются стоять в стране и позволят этому случиться? Ничего не случилось и не случится. Так или иначе, но я не приму подачки от этих гарпий. Если бы ты заботилась о ком-то кроме себя, ты убедила бы их помочь. Мэгги! Мэгги! Я знаю, что вела себя дурно и прошу меня простить, но буду стоять на своём. С тобой всегда одно и то же, разве нет? Вечно задираешь нос, ставишь себя выше всех. Ты не должна была так говорить с матерью. А ты не должен был кричать на отца. Тебе вечно кажется, что ты знаешь всё лучше всех, а сама всегда не права. Почему не предоставишь мне обо всём позаботиться? Ну, надо заставить тётушек помочь нам. С какой стати им давать деньги тому, кто не смог уберечь собственные? Тебе совсем не жаль отца? Ни к чему защищать отца, ты же знаешь, он один за всё в ответе. Он сломлен, Том. Не думаю, что он здоров. На нём же лица нет. Ведь это меня его неосмотрительность поставила в столь невыгодные условия. Теперь из-за него все мы бедны, Мэгги. Невыносимо думать, что из-за его глупости все будут смотреть на нас сверху вниз. Разве глупо было бороться за то, во что он верил? Отец! Это от мистера Фёрли, отец. Только что доставили. Вот видишь, жена, это положит конец твоим причитаниям. Нет. О, Джереми, что он пишет? Нет, он не может. Он не может этого сделать. Он не может этого сделать. Не может сделать чего? О, 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 О! О, О, О! О, 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 О! О, 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 О! Он не узнал меня. Не стоит так беспокоиться, Том. У твоего отца был удар. Это может повлиять на память, на какое-то время. Ты об этом письме говорил? Да, нам пришлось его разорвать, чтобы вынуть из рук отца. Ты позволишь? Он прощел его, закричал и упал. Поначалу я решил, что он умер. А кто это Ферли? После проигрыша тяжбы отец связывал все свои надежды с тем, что Ферли купит мельницу и оставит его арендатором. А сегодня тот сообщил, что так же стеснен в деньгах. Он продал все свои ценные бумаги адвокату Уэйкину. Да, включая закладную на наше имущество. Как видите, надеяться нам больше не на что. Надежды, мой мальчик, всегда есть. Отец и адвокат Уэйкин, заклятые враги, доктор Тернбул. Мы разорены. Но это, разумеется, означает, что мельница и владеет мистер Уэйкин. Нет, тетушка, у него лишь закладная. А это означает судебного пристава. Тетушка Пулет, не хотите ли сесть у окна? Здесь такой приятный ветерок. Нет, благодарствуйте. Здесь я сижу, здесь и останусь. Пускай другие ищут свою погибель, коли желают. Если доктор пропишет мистеру Тальверу, желе бесит и, конечно, дашь мне знать. Спасибо, Софи, но пока о желе еще не было речи. Не станет он с постели. Попомните мои слова. Он впадет в детство, как бедняжка мистер Карр. И придется кормить его с ложечки. Софи Пуля, твоя болтовня о чужих хворостях становится просто неприличной. Доктор Тернбул говорит, он помнит только то, что было много лет назад. Он едва ли узнает Тома, потому что думает о нем, как о маленьком мальчике. Помнится, у тебя было несколько граненых вазочек для желе, Бесси. Дюжина, Сьюзан, и тебе это отлично известно. И ни к чему тебе разглядывать серебро Бесси. Все должно быть надлежащим образом выставлено на торги. О, Жень, ты так горячишься сегодня. Точно судебный пристав. Если я верно поняла, мы собрались здесь для того, чтобы решить, как спасти бедную Бесси и ее семью, отбавшего на них позора. А все должно уйти к судебному приставу? Даже фарфор? Верно. Пока не пришел судебный пристав, почему бы нам не поделить лучшие вещицы промеж себя? Я совсем не прочь купить твой серебряный чайник, Бесси. Даже если носик у него изогнутый. А сестрица Пулит, я знаю, положила глаз на скатерти в горошек. К твоему камчатному полотну я всегда неровно дышала, Бесси. Но я бы хотела сохранить мой сервиз. Я купила его, выйдя замуж. Ни одна чашечка не разбита, ведь я всегда сама их мыла. Потеряешь всякое терпение, слушая, про что вы толкуете. Куплю это, выдержусь от того. Тебе не мешало бы помнить, Бесси, что к концу недели ты можешь лишиться кровати, на которой спишь. О, ладно, Джейн, не будем глядеть на вещи в столь мрачном свете. Не при девочке. Пора Мэгги знать, в каком она положении, и отчего ей придется страдать за грехи своего отца. А вам, барыша, не помешало бы гораздо больше смирения? Твой отец опозорил не только вашу семью, но и мою тоже. Пришла пора вам с братом показать нам пользу от всего этого дорогого учения, которое дарило вашу мать до нищеты. Ты должна смирить свою гордость и быть благодарной тетушкам за их помощь, вместо того, чтобы злиться и дерзить, вскакивая по всякому поводу. Я ничего не сказала. Все сказано вашим нравом, мадам. Раз вы считаете, что распродажа позор для вашей семьи, не лучше ли будет не допустить этого? Мэгги, тише. Если вы, тетушка Пуллит и тетушка Дин, собираетесь оставить нам с домом деньги, почему бы не дать их нам сейчас? Мэгги Талевер, учение не принесло тебе ни капли пользы. К чему спасать мебель, ежели все уйдет в уплату судебных издержек? И к чему, скажите, намилость переводить наши деньги на человека, который показал, как бросать на ветер свои собственные? Так зачем же вы пришли болтать тут, вмешиваться в наши дела и бронить нас? Мэгги, не приходите к нам! Мой отец лучше, чем вы все! Он бы помог вам, если бы вы попали в беду! Мисс, это уже слишком! Копите свои деньги, мы обойдемся без них! Не видно конца твоим мучениям с этой девочкой, Бесси. Да чего же дерзкая! О чем я всегда и говорила. Из нее не выйдет ничего хорошего. Хватит тратить на нее время. Займемся делом, сестрицы. Я тут подумала, и, по-моему, это подсобит делу, ежели я поговорю с Дином и попрошу его убедить Гест и Ко купить мельницу и оставить Бесси и Талливера арендаторами. Ежели он их живет. О да. Но купят ли они ее? А почему нет? А сколько это торги и сестрицы, будут и другие заинтересованные стороны? Конечно, будут, но они не в счет. Кто в Сент-Оксе потягается с Гестами? А как же адвокат Уэйкин? Положим, он захочет купить мельницу. Глупая ты, гусыня, Софи. К чему ему хотеть этого? А вдруг он захочет сестрицы? Что тогда? Ежели мистер Уэйкин купит мельницу, это убьет Талливера. Это убьет его, я знаю. Мэгги! Я здесь! Смотри, кто пришел к нам. Не узнаешь? Это же Боб Джейкин. Боб! Приветствую, мисс Мэгги. Ты пришел к отцу? О, Боб, это хорошо. Он мог бы узнать старого друга. Ну, не больно-то я уверен насчет друга, мисс Мэгги. Для вашего отца я был сущим наказанием. Вечно таскал у него репа, а у вашей матушки пирожки. Уверена, что теперь все позабыто. Пройди и присядь. Сюда, Боб. А это помните? А, нож! Да, я отдал его тебе. Однажды ты разозлился и бросил мне его. Аккурат, в коровью лепешку угодил. Но я его не поднял. Я сам подобрал его после того, как вы ушли. Вот здесь маленькое лезвие сломалось, видите? Но я не захотел вставлять новое. А то еще надуют, да посунут чужую ночь на место этого. Другого такого во всей округе не сыщешь. Так как ты поживаешь, Том? Довольно неплохо, мисс. Получил работу на маслобойне у Торри. Платят хорошо, но дни там тянутся, что свиные кишки. К тому же, на прошлой неделе мне такая удача привалила. Я погасил пожар на маслобойне, а хозяин был так раз, что дал мне десять суверенов. Десять? Вот это да. И тут я услышал эти пересуды. Про беду, что со старым хозяином приключилось до прораззорения. Вся округа уже знает. Ну, я тут подумал. Мисс Мэгги и мистер Том пожелают принять какую-никакую помощь от старых друзей и соседей. А мистер Том? Он сделал мне подарок, единственный за всю мою жизнь. Вот. Теперь их у меня только девять. Купил у матери гуся на обед. Но я хочу, чтобы вы их взяли, мистер Том. Я протопал шесть миль, чтобы вам их принести. А коли вы их не возьмете, то я подумаю, что у вас против меня зуб за то, что бросил нож в коровью лепешку. Ты самый добрый человек на свете, Боб. Но мы не можем забрать у тебя твое маленькое богатство. Большое спасибо, Боб. Я никогда этого не забуду. И если нам понадобится помощь, мы знаем, что сможем рассчитывать на тебя. Ведь ты этого хочешь, правда? Чтобы мы рассчитывали на тебя как на друга. Да, мистер Том. Этого я и хотел. Пожалуйста, возьмите деньги. Маленько моей удачи. Кому от того худо? Девять суверенов, Боб. Но этого недостаточно, чтобы помочь нам. А тебе они могут чем-то помочь. Я еще могу заработать деньжат на вроде этих, мистер Том. Я в тихушку сплутовать не прочь, знаете ли. А тут еще подфартило этот пожару Торри потушить. Так это ты его устроил. Ух, и мошенник же ты, Бобби. Сошлют тебя однажды на каторгу. Не поднимешь ли я теперь коцу, Боб? Снимаем. Знаю, она тоже хотела бы с тобой повидаться. Ежели вы не против мисс Мэйга, чтобы я ковер ваш топтал? Нет. Боб. Благодарю тебя. Здорово ли вы, дядя? Отравлено видеть, что ты почтительнее со старшими, ежели твоя сестра. Жена сказала мне, что девочка была крайне грубая с ней на прошлой неделе. Присаживайся, присаживайся. Как, отец? Боюсь, что я без перемен, дядя. Он как будто хотел сделать для себя инженера? Да, но вряд ли я смогу этим сразу заработать денег. Молодые люди твоих лет вообще много не зарабатывают. Как у тебя со счетоводством и бухгалтерией? Я в них не разбираюсь. Но у меня хороший почерк. При самом лучшем почерке ты можешь стать не более чем простым переписчиком. Что же ты учил в школе? Латынь. Много латыни. И алгебру, и греческую историю. Так не лучше ли тебе найти занятие, где это пригодится? Нет, дядя, я бы охотнее занялся делом вроде вашего. В нем я смогу преуспеть, как вы. Это легче сказать, чем сделать, молодой человек. Чтобы преуспеть, как я, ты должен начать с низов. Я знал не больше мальчишки из приюта, когда пришел в герстико. Но скоро я понял, что и шагу не смогу ступить без бухгалтерии. Свободное от работы время я брал уроки и платил за это из заработанных мной уже денег. Я добился всего этого тяжелым трудом, мастер Том. И накопил знания, продвигаясь вперед. Да, это как раз то, что я хотел бы сделать. Я получал новые должности, сэр, потому что становился годным для них. Хочешь попасть в круглую дырочку, превратись в шарик. Вы, молодой человек, совсем не разбираетесь в бухгалтерии, а считаете и того хуже. С твоими нынешними знаниями из тебя и простого торговца не выйдет. Латынь здесь тебе ни к чему. Я пробуду не более пяти минут, дорогой. Уверены, что не хотите подняться со мной? Уверен, дорогая Люси. Эти лестницы утомляют меня. Я хотела вас познакомить с моим кузеном Томом Талливером. Талливер? Да, мне знакомо это имя. Но таким же образом мне знакома половина людей в нашей округе. Стыдите, Стивен. Я часто рассказывал вам про Талливеров и кузину Мэгги. Наверное, Люси. Что же, идите. Я подожду. Я подожду вас здесь. Пригляжу за отцовскими рабочими, чтобы не били баклуши. То-то повеселюсь. Не думаю, что и они тоже. Дядя, я хочу много зарабатывать, чтобы содержать мать и сестру. Не важно, насколько неприятна работа. Что ж. Полагаю, ты мог бы пойти куда-нибудь в ученики. Например, к аптекарю. Там бы хоть твоя лата и не пригодилась. Но самым лучшим для тебя было бы место в гавани или на товарных складах. Тогда можно мне этим заняться? Ты там и дня не продержался бы. Придется померзнуть, помокнуть, а иные парни толкнуть могут. Это твое дорогое образование избавило тебя от грубой работы, молодой человек. И сделало твои руки белыми, как у девушки. Слишком ты деликатный джентльмен для работы на пристани. Ну, дядя. О, входи, милая, входи. Там уже уходит. Здравствуй, Люси. Мэгги приехала с тобой? Нет, она не хочет оставлять отца. Как он? Боюсь, что без перемен. Мне так жаль. Мне навестить его? Он хотел бы? Что, что? Думаю, сейчас мне больше нечего тебе сказать. Но, сэр, прощай, мой мальчик. Передай привет матери. До свидания, Люси. А теперь, моя дорогая... Ох, отец, стоило ли его так выгонять? Он был так расстроен. Ты должен как-то ему помочь. Обещай, что попытаешься. Ну... Хорошо, посмотрим. Парень ничему не обучен. Но я... Я мог бы найти ему временное место на складах. Папа, ты такой милый. По правде говоря, у соседа Таливера все еще может сложиться хорошо. Как? Мы, то есть Гест и Ко, на будущей неделе выступим с предложением купить мельницу. Чудесно! Тогда все снова будет в порядке. Фу, Гесты должны купить мельницу. В этой семье еще не скоро все уладится, дорогая. Но, по крайней мере, они не потеряют дом. Отец? Это ты, дочка? Да, отец, это я! Это Мэгги! Я думала, ты никогда больше нас не узнаешь. Где мать? Я хочу поговорить с ней. Уже час, как уехала в Сент-Окс. Но она сказала, что вернется засветло. У меня был удар, Мэгги. Да, отец. Но ты скоро поправишься. Мы потеряли мельницу, Мэгги. Нет, не потеряли. Торги в пятницу. Но Гесты собираются купить мельницу, так что мы сможем остаться здесь. О, это капитал. Капитал. Но я не могу управлять мельницей лежа в постели. Не беспокойся об этом сейчас, ты должен отдохнуть и набраться сил. Я не наберу сил лежа в кровати, девочка. Люк приходил к тебе. И все тетушки. И Боб Джейкин. Помнишь Боба Джейкина, отец? Мэгги. Ежели я умру, Том должен позаботиться о вас обеих. Знаю, вам трудно придется, но... Но вы с Томом уж постарайтесь всем заплатить. Отец, не говори так. Доктор Тернбул сказал, что ты вот-вот встанешь на ноги. Кей 50 шиллингов, что Люк вложил в дело. Первонаперво отдай деньги ему. Отдам. Но скоро ты настолько поправишься, что сможешь сам всем заняться. Тогда поцелуй меня, девочка. И позволь отдохнуть. Ах, отец. Мы все так любим тебя и молимся, чтобы ты поправился. Этот мир мне не по силам, Мэгги. Этот Шельма Уэйкин. Это все он. О, мистер Уэйкин, сэр. Вы так любезны, что приняли меня, хотя мы и не условились. Такой занятой адвокат, как вы, сэр. Миссис Тальвер, полагаю. Так и есть, сэр. Урожденная мисс Элизабет Додсон, сэр. Вы верно помните моего отца? Они были закадочные друзья со сквайром Дарли. Мы всегда ходили к ним на танцы. Те самые мисс Додсон, садитесь, пожалуйста, миссис Талливер. Миссис Глэк и миссис Дин мне довольны со сёстрами. Полагаю, вы знаете их. У вас ко мне дело? Надеюсь, сэр, вы не думаете, что я желаю вам зла из-за моего мужа. Вы хотели меня о чём-то спросить, миссис Талливер? Сэр, в том, что вам довело это вынести от Талливера, уверена, моей вины нет. А что до той тяжбы? Я очень занят. У вас есть ко мне дело? Да, сэр, есть. Мой муж не в себе. Его будто смертью сразило, как получил он письмо про то, что земля нынче в ваших руках. Слыхал, сожалею, что он в плохом здравии. Я не защищаю его за то, что он такой горячий и судился с вами. Но есть и хуже его люди, мистер Уэйкем, сэр. Талливер никого не обманет, разве что ненароком. Ни за что не поверю, что вы желаете ему так хворать, и знаю, что будете вести себя как джентльмен. Что всё это значит, миссис Талливер? Мистер Уэйкем, сэр. Пожалуйста. Не покупайте мельницу и землю. Талливеру сделается только хуже при мысли об этом. Кто вам сказал, что я собираюсь её покупать? Мы с сёстрами решили, что вы, возможно, захотите купить её. Сэр, ежели вы не захотите купить мельницу и не поднимете цену, то, возможно, Гест и Ко купят её и оставят мистера Талливер арендатором. Присядьте, миссис Талливер. Положим, я и правда куплю мельницу. Отчего бы мне не оставить вашего мужа управляющим? Этого-то я и боюсь, сэр. Оттого-то я и пришла сегодня к вам с мольбою. Талливер ни за что не работал бы на вас, сэр. Даже коли сама мельница молила бы его об этом. Ваше имя для него хуже яда, сэр. Он видит в вас виновника своего разорения, с тех пор, как восемь лет назад вы отсудили ту дорогу через лук. Он тупоумный, сквернослов и болван. О, ему так худо, мистер Уэйкем, сэр. Ежели вы купите мельницу, и он помрёт, я уверена. А вы ведь не захотите иметь покойника на совести? Миссис Талливер, сейчас мне надо заняться делами. Три поколения их семьи владели Дорл Коутской мельницей. Ведь это его дед выстроил её. Говорят, что это не к добру, когда мельница переходит из рук в руки. Вся вода уйдёт. Мадам, простите, что прерываю вас, я в самом деле... Разве недостаточно он уже наказан, мистер Уэйкем, сэр? Он никому не причинил вреда, только себе и своей семье. Думаю, всё уже сказано. О, пожалуйста, не говорите, что я приходила к вам. Мой сын будет сердиться на меня за то, что я себя роняю, а у меня и без того довольно горести, чтобы меня ещё бронили родные дети. Доброго дня, мадам. Проводи, миссис Талливер. Филипп! Отец? Когда состоятся торги на Дорлкоутскую мельницу? В пятницу. Не исходишь ли куиншипу Филиппа, не попратишь ли его зайти к аукционисту? У меня есть к нему дело. Ты же не думаешь покупать мельницу, отец? Я не слишком люблю людей, прилюдно оскорбляющих меня. Я потерял клиентов после того, как за обедом они наслушались россказней Талливера обо мне. Этот мужлан последние 8 лет пытался очернить моё доброе имя, и его надо мной проучить. Но разве ты не делал это уже десяток раз? Унижать Талливера сейчас, покупая его мельницу, подобно... Ну, подобно чему. Говори, сын. Прости, отец, но это выглядит сущей мстительностью. Ах, Филипп, Филипп, у меня никогда не выйдет сделать из тебя адвоката. Ты слишком чувствителен. Твоя мать была чувствительной женщиной. Я никогда не журил её за это. Талливер, всё у нас сегодня задачливый тяжелый, чекотет. Достойный жалости человек с горячим нравом. И с хорошенькой дочкой. Я слишком хорошо тебя знаю, мой мальчик. Думаю, ты говоришь это скорее ради дочери, чем ради отца, верно? Ещё вчера ты сказал мне, что не намерен покупать Дорву Коутскую мельницу. Вчера я не встречался с миссис Талливер. Конец четвёртой серии. Фильм переведён и озвучен клубом «Киносвалка за углом». Перевод Робби 205Б. Озвучил Алексей Чуворов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok